здравствуйте дорогие друзья с вами снова Елена и наша рубрика гороскопы если вы думаете что мы закончили знак рыбы на этом пошабашили вы глубоко ошибаетесь поскольку все-таки пилотный проект эротического гороскопа прозвучал может быть особого ажетажа он и не вызвал но однако же обращенные ко мне комментарии я читаю и люди считают что эта тема нужна поэтому в данном случае все-таки эротический гороскоп будем продолжать я настоятельно прошу вас отнестись к нему с долей понимания поскольку во первых мне трудно освещать эту тему это раз во вторых она быть может будет для вас несколько размыта и будет она состоять из нескольких частей прежде чем сделать вывод о знаке и о моих трудах над ним в этом смысле хорошо вас ознакомиться со всеми видео цикла а потом уже делать свое резюме построила я эти этот видео по вы прекрасно понимаете что первое видео было проектом можно сказать пилот далее у нас с вами за рассмотрение знака будет происходить следующим образом сначала мы смоделируем возможную встречу с тем или иным знака зодиака в вашей жизни я еще раз вам напомню что вам от него ждать в конце концов при знакомстве для того чтобы вы были вооружены и очень опасно особенно в сексуальном смысле что возбуждает активирует фантазии делает вас неповторимым человек ну вот значит каждое наше первое видео будет как бы характеристика знака потом мы будем все ближе и ближе по звездам подходить в сексуальной сфере потом я вам дам уже совсем более такие глобальные интимные советы можно сказать который я думаю оценит любой знак зодиака мы закончим мы предположительной сексуальной взаимосвязью между теми или иными знаками зодиака насколько они подходят друг другу по градусу сексуального развития и почему иногда люди обижаются друг на друга боясь высказать из-за чего у них собственно возникают обиды помните дорогие мои друзья что какой бы ни была эта тема закрытой для общественности тем не менее сексуальные взаимоотношения между двумя людьми это пожалуй один из самых больших пластов их жизни некоторые знаки предпочитают не придавать сексуальным взаимоотношениям глобального масштаба и могут жить с человеком которого уважают с которым дружат которым у них есть общие взгляды прощая ему несколько так сказать невыразительную сексуальную жизнь я никого не берусь осуждать ни один знак зодиака мы все совершенно разные у кого-то в этой сфере стакан и даже из краев стекает и даже не нужно столько сколько у него этого счастья у кого-то это дозированной по великой духовной любви но тем не менее так или иначе потихонечку раскроем полок этого дела поскольку очень жалко когда встречается из человек с ярко выраженной сексуальной натурой а вот и человек который не совсем как бы понимает смысла в столь страстной и агрессивной любви в которой нуждается его партнер в результате сначала в начале отношений та спускается на тормозах тема потом она порождает массу обид а в результате даже может стать причиной развала брака естественно что мы слегка затронули женщину а вна мужчина конечно в некоторой обиде на меня безусловно эти видео в основном будут посвящены мужчинам но тем не менее дорогие мои женщины даже если вы слышите рассказ о мужчине можете смело примерять все что сказано для мужчин и в свой адрес в том числе и вас дорогие зрители прошу не разделять сейчас информацию по половому признаку а вен в женской своей сущности или мужской остается овном почему я делаю базу на мужчине потому что мужчин требует того о чем женщина только мечтает и может быть стыдливо умалчивать поэтому слушаем про мужчину а думаем и про женщину в том числе потому что она мало чем отличается в своих желаниях от мужчины этого знака но если вы вдруг все таки дорогие дамы вам это будет интересно в первую очередь познакомились с мужчиной овном как его вообще отличить из толпы и как не спрашивая даже у него дату рождения уже определить что перед вами овен определить это достаточно легко перед вами человек с харизмой яркий привлекательный для общественности у него очень крепкие рукопожатия как правило если вы с ним вступаете в беседу он вас и не слышит и говорит сам как будто бы сам собой и в общем то как вы понимаете яркий человек инициативный во всем даже в разговоре который вы к нему обращаете это явные признаки нашего господина овна вот которые собственно говоря не особо церемониться другими знаками это так они воспринимают а на самом деле и по другому себя позиционировать он и не в состоянии овен это начало гороскопа это вечный младенец гороскопа с него начинается первозданная жизнь и ведет он себя примерно так же как и ведут младенцы не в укор этому знаку но ведь наши поступки чем-то всегда обусловлены во многом когда говорят о знаке овна говорят что он неуправляемый он непредсказуемый он агрессивный он нервный он такой сякой и с ним невозможно жить помните пожалуйста что у нас у всех есть определенные импульсы чем ближе мы продвигаемся по гороскопу к его концу тем более мудрые особи нам попадаются и только два последних знака водолей рыбы в некотором смысле приближаясь по кольцу к началу гороскопа тоже иногда отличаются чудачествами и тем не менее овен один из самых восхитительных людей но напоминаю это младенец гороскопа в чем это может выражаться помните как младенцы не спрашивая у своих родителей какое время суток и которые сейчас могут например вас поднять своим настойчивым криком и прочим аналогично у нас может поступать овен звонок отомна в 4 часа утра когда у него бессонница и он чем-то весьма озабочен своему другу или своей возлюбленной с которой он встречается это вполне нормальное явление и он даже сильно удивится если это у вас вызовет какое-то неудовольствие или беспокойство поскольку какие же могут быть сны как у него приступ поговорить овен достаточно непосредственный как ребенок в некотором смысле его поступки чем-то напоминают детство это не значит что здесь какие-то инфантильные люди можно сохранить давно покровительствует марс бог войны и меньше всего овен похож на инфантильного мечтательного романтического человека но в своих поступках у него есть вот эта спонтанность которая присуща буквально детям то есть если ему что-то нужно он это делает так непосредственно и наивно иногда что ему даже это можно простить если он побеспокоил вас в какое-то неустановочное время дело в том что овен натура исключительно неоднозначная при его такой брутальной внешности которую он обычно обладает при его кстати который он обычно наделен природой при его так сказать вот такой можно сказать брутальной харизме при этом при всем внутри он становится сущим ребенком но об этих деталях мы поговорим и почему я опять возвращаюсь к этой характеристике помните дорогие мои друзья что при первом знакомстве с человеком если вы запаслись определенной информацией вы можете о нем знать на пятьдесят процентов все сразу и уже можете в самом начале в ваших отношениях например отсечь нежелательные встречи нежелательными для вас знаками мы все имеем право на романтические сексуальные встречи отношения не все не заканчиваются браком как мимолетное выступление они вполне уместны для здоровья для души восприятия жизни но есть партнер который вам в браке не подходит по определению вот почему очень важно знать при первом же знакомстве с кем вы познакомились и что ждать от этого человека и так вы поняли что нам предстоит интересный разговор о человеке в котором как бы соединилось два несоединимых момента детская романтическая душа которую овен тщательно скрывает и внешне такое его выражение быть всегда в центре внимания душа компании доминировать во всем и всегда брать в власть свои руки и создавать вокруг себя флёр буквально царственный поскольку овен не представляет себя в подчинении никого ни по какому поводу и ни по какой причине поэтому он доминирует во всем в разговоре вот в делах в работе ну и как выясняется в любви тоже но к этому мы еще подойдем итак дорогие мои друзья овны в проявлениях свои весьма наивны и весьма искренни так что простите им пожалуйста и звонки в неустановленное время и многое можно простить и даже повышенную агрессию только потому что они в некотором смысле в душе достаточно наивны и в данном случае воспринимают мир как приложение к самому себе ну такой взгляд на вещи вы же не обижаетесь на ребенка за то что он эгоист вы же воспринимаете как должное его все проявления и любви и радости даже в неустановочное для вас время точно так же относитесь к проявлениям внимания овна даже если они несколько вас шокируют по отношению к вам овна можно западуть в чем угодно но только они в лжи и не в хитрости по отношению к вам поскольку он в душе достаточно наивный человек не взирая на его воинственную внешность и женщины себе обнанесут достаточно высоко всегда загадочные неприступные но в глубине души они всегда остаются наивными искренними детьми поэтому если у вас завязываются взаимоотношения с овном помните что это вы можете нанести ему непоправимую душевную травму он же с каждым партнером с которым встречается на белом свете всегда честен и искренен в этом его великое преимущество и великая собственно говоря цель приходить в этот мир хитрости в нем по отношению к вам нету и не заложено и быть не может поэтому как вы понимаете как бы он вас не шахтировал и не удивлял этот человек с большой буквой поскольку душа его совершенно чистая искренна как у ребенка вот почему в жизни овнов бывает достаточное количество разочарований и каждый кто их приласкает является для них желанным предметом для обладания только потому что они как дети на это очень падкие и будучи честны внутри наимно полагают что каждый встретившийся именно пути к ним обращен тоже только своими чистыми порывами душевными и готовы сопереживать и сочувствовать в жизни овнов достаточно всяких разочарований они быть может это скрывает но иногда их начинает преследовать настолько эта тема что они начинают получать как бы огорчение от людей они перестают верить что кто-то их может любить так же нежно и искренне как и они сами многие считают племя овнов хоть и женщин хоть и мужчин достаточно агрессивным импульсивным заряжающимся с полуоборота сразу переходящих в атаку что с ними происходит дело в том что ярлык повесить человека можно это сделать достаточно легко и в вашей жизни будет достаточно ситуации когда авен предстанет перед вами той или иной так сказать ипостаси своей достаточно заводящимся с полуоборота что происходит дело в том что будучи достаточно наивным человеком имея детскую душу авен продолжает на все вещи в этом мире смотреть те которые он определил своими как ребенок у которого кто-то посягает утащить пасочку его любимую или лопатку я ничуть не умоляю сейчас такими сравнениями авна но для того чтобы его понять надо хотя бы брать примеры которые сейчас понятны каждому и всякому то что обвин наметил своим он будет очень яростно защищать если кто-то по какому-то праву посиднет это не только на его любимую женщину которую он избрал или мужчину будь то женщина например это может быть касаться его любимого дела кто-то посиднет рабочих каких-то моментов все чем он занимается и считает своим по праву если кто-то на это покуситься реакция будет всегда одна и та же как у ребенка который пытается отвоевать назад то что у него пытается хитростью или прямолинейно утащить то есть это будет жесткий отпор крик истерика градус гнева будет возведен я не знаю в какие степени то есть совершенно вот такая вот непредсказуемая очень яростная реакция дело в том что овен с собой ничего не может поделать а вам дорогие друзья предполагаю что у вас появляется такой достаточно импульсивный партнер который в момент когда у него что-то пытаются забрать или помешать или претендовать на то что он имеет и считает своим по праву вот у него будут вот такие моменты допустим если разобрать что вы уже так сказать встречаетесь и у вас там какая-нибудь ситуация возникает которая по каким-то причинам вот например она вызвала нездоровую реакцию то есть вам обеспечен чтобы вы понимали сразу скандал истерика разговор на повышенных тонах выражение он в этот момент не выбирает и точно так же как ребенок после такой бурной сцены очень быстро успокаивается успокоитесь ли вы после этого вопрос открытый не могу вам этого обещать но овны заводятся с пол оборота по любому поводу и так же быстро отходят от скандала поэтому пообещать вам что у вас будут ровные прекрасные отношения на чем вы можете поскользнуться на чем угодно совершенно это может касаться любого вопроса который может затронуть овна но реакция будет всегда одна и та же он будет импульсивен гневен ностры будут раздуваться волосы поднимутся дыбом но все как положено такое ощущение что земля обрушилась и овен будет очень достаточно выглядеть импульсивно для вас так что приготовьтесь многие шокируются таким поведением овна по любому поводу но он такой какой он и есть и вы должны об этом доказательством импульсивности обновь является даже их вот такая своеобразная внешность они никогда не имеют мелкие черты лица обычно каждая деталь лица у них достаточно фактурно прописана но два момента особенно интересные у них как правило хорошо отчерчены брови и мне надо им карандашиком подрисовывать и узко переносится а если сложить эту картину в единое целое то явно прорисовывается на лице этот знак овна или барана то есть две завертушки сходящиеся якобы в морду этого животного вот точно так же если вы внимательно посмотрите на лицо овна вы увидите этот выразительный можно сказать природный знак на лице у этого человека особенно это конечно заметно на лицах мужчин где все более фактурно и все более так сказать выражено помимо этого волосы на солнце чаще всего отливают хоть легкой но рыжиной мужчины достаточно приятной такой для глаза женской внешности их движения ловкие крепкие они твердо стоят на земле вызывают у женщин всегда ощущение защищенности сильных рук воина защитника так что у овнов всегда есть шанс понравиться женской половине населения женщины овны тоже весьма и весьма привлекательны для своих партнеров они всегда как правило статные величественные имеют буквально королевский вид неизбежно притягивают к себе взгляды достаточно среди овнов красивых женщин вот поэтому но с другой стороны помните какой бы вам женщина овен не показалась с первого взгляда мягкая пушистая замкнутая отчужденная холодная да мало ли какой она может предстать перед вами вот никогда не думайте что перед вами женская подставь из барана она же овечка что с ней легко и просто эта овечка просто носит овечью маску а в глубине души она тигр вот которого еще надо укротить прежде чем она действительно покажет вам всю свою душу и всю свою тонкую натуру поэтому никогда пожалуйста на овнов глядячи не сравнивайте их с баранами это самое глупое что только можно представить на белом свете это настоящие хищники просто для того чтобы комфортно себя чувствовать в этом мире они свою хищническую натуру достаточно агрессивную мощную прикрыли вот этой бараньей шкуркой чтобы никто не догадался что у них на самом деле внутрь и все же если опереться на тотемное животное принадлежащее этому знаку то есть того же самого барана на вид это весьма неизящное животное не будем ему дорисовывать картину но оно всегда твердо стоит на ногах вот и овен никогда не теряет бодрости духа даже в самых кризисных ситуациях то как овны ловко выходит из казалось бы критических ситуаций после которых вообще правиться нельзя удивляет и восхищает поэтому считается что овен достаточно стойкий знак которому все по плечу для него мало что есть в этой жизни невозможное а самое главное у него достаточно энергетики и внешность его об этом как раз и свидетельствует костяк у него достаточно тонкий но крепкий это действительно можно сказать природой скроенные люди для больших достижений поэтому в данном случае овен всегда в общем и целом лакомый кусочек если вы научитесь бороться с его этой взвинченностью агрессивностью с его эгоцентризмом то вы поймете какое сокровище вы приобрели потому что на овна всегда можно положиться женщины овны не менее стойки чем мужчины поскольку все таки Марс дает им достаточно сил противостоять этой жизни поэтому печальным овна застать достаточно сложно обычно у него широко развернутые плечи на встречу этой жизни он ничего не боится и отчаянно храбр но есть маленькая категория печальных овнов от природы у которых вечно опущены плечи во всяком случае до их возмуждания когда они действительно в себя поверят овнов воспитывают по-разному бывает таким образом некоторым родителям в детстве удается сломать истинную сущность тогда вместо того чтобы идти на встречу жизни широко развернутыми плечами не боясь ветров дующих вам в лицо овен превращается в несколько замкнутых в себя слегка неуверенного но даже от этих моментов невеселого детства когда его пытались переломить поскольку дети эти достаточно бодры агрессивные родители иногда их воспитывают довольно таки жесткими формами но даже эти овны выправляются и все равно получают свою овновую сущность и так мы говорили о свидании мы познакомились с человеком достойным всяческих похвал он наивен он добр он честен он силен он могуществен он красив и то же самое я могу сказать и адресовать женщинам это совершенно достойные партнеры ну не без изъяна в эмоциональном смысле но а кто у нас и на солнце бывают пятна так же в общем и целом продолжаем наслаждаться его общением и предположительно в общем и свидании еще одна интересная особенность у мужчин овнов достаточно шрамов на голове скорее всего это связано еще с тем что голова у овнов достаточно тонкое место и если уж шраму где и быть так обязательно он образуется на голове и знак того что овнов с детства приходится отстаивать свои убеждения помните пожалуйста что как бы себя овен не не ставил позицию напротив вас это уже так начинаешь заговариваться но тем не менее каким бы он вам не показался в глубине души он постоянно сомневается в искренности ваших чувств вот вы можете даже только овен конечно честно признается в том что права я или нет но тем не менее упомянем он смотрит на вас и все время как бы оценивает вас а достаточно ли вы с ним честны друг вы ему или нет любите вы его или нет его это глубоко заботит поскольку помните что в душе он чистый и наивный ребенок безусловно этот ребенок в нем все время сомневается внешность остается внешностью то как он к вам повернут это его внешняя оболочка в глубине души он чист и искренне и на такие же чувства надеется по отношению к вам я уже говорила на эту тему еще раз повторю все конфликты в жизни обнов связаны с тем что идет несоответствие между его ожиданиями от партнера и тем что он в результате получает совсем уже разочарованный овен просто перестает верить в любовь как таковой он перестает себя озабочивать этими воздушными замками я очень жаль это один из знаков который действительно глубоко ценит искренние и нежные чувства и очень в них нуждается вот почему овны в глубине души все время озабочены насколько глубоко вы прониклись к нему чувством искренне ли ваши взаимоотношения внешне он этого вам никогда не покажет овны больше всего на свете боятся показаться слабыми и у мужчин это особенно ярко заметно женщины еще могут позволить себе скупую слезу по поводу разочарования вашей персоне мужчины же будут держать марку достаточно высоко но помните что в глубине души у них целая трагедия если вы обидите его и развейте в нем веру в чувство любви этого овен простить не в состоянии итак если вы познакомились со мной помните пожалуйста что свою ранимую душу он будет всячески скрывать а вам демонстрировать полное бесстрашие несколько даже нарочитую холодность завышенная агрессивность для того чтобы никто не догадался что у него есть тонкое место ахиллесова пята он богатырь он герой он мужественный спартанец вот как себя позиционируют мужчины и женщины мало чем от них отличаются в данном случае как можно глубже скрывать свое тонкое место которое легко ранить поэтому пожалуйста имейте это в виду вообще вы приобретаете в себе друзья будущие женихи и мужья ярко выраженного лидера ну вообще желательно зная его такую харизму и характер работать на себя или во всяком случае возглавлять какое-то предприятие потому что овна которая работает на кого-то всегда можно отличить из общей толпы подчиненных поскольку его вечно недовольный взгляд как будто он проглотил жабу всегда присутствует при нем это свойство лидеров не случайно совершенно затевая как бы эротический гороскоп но надо же понимать откуда потом у некоторых эротических дел ноги растут они идут от характера человека поэтому в данном случае так важно сейчас еще раз напомнить вам о характере того с кем вы живете потому что всех под одну гребенку сгребать невозможно и не нужно и это делать неправильно вы будете иметь полюбив овна или заведя с ним знакомство будете иметь с лидером будь то женщина будь то мужчина и это ко многому обязывает и так дорогие мои друзья лидерские качества овна не оспариваются и жестко им пресекаются вот почему в зависимости от пола партнера вы можете затеять свое знакомство с мужчиной или познакомиться с женщином они все равно останутся лидерами и лидерство это они проявляют не только в рабочих моментах но и в личных взаимоотношениях поэтому сразу уже себе прикидывайте если вы тоже человек с харизмой высоко себя несете не перед кем как говорится приседать в реверансе не собираетесь со мной вам будет достаточно трудно и перетяжка каната начнется буквально с первого же дня но я забегать не буду но выводы делайте дорогие мои друзья у нас же все таки первое свидание со мной и мы уже достаточно о нем должны знать при этой первой встрече если вы деликатная натура это я сейчас адресую женщина мы познакомились с мужчиной овном то помните пожалуйста что его личность вас достаточно может шокировать потому что в нем отсутствует напрочь такое понятие как скромность такт эти вещи к сожалению когда бог раздавал эти дары овен я надолго в другом месте у него с этим совершенно дело обстоит плохо поэтому вас могут многие вещи в нем шокировать и тоже взвести свои возможности прежде чем вы начнете морочить голову волну дело в том что овен любую романтическую встречу мы еще об этом будем говорить отдельно воспринимает как единственную неповторимую в своей жизни у него таких встреч может быть десятки но каждую из них он воспринимает достаточно всерьез если вы по каким-то причинам понимаете что этот мужчина или эта женщина вам не подходит гораздо честнее со мной прервать отношения в первый же день вашего знакомства вот почему я опять начинаю с характеристик кого-то можно морочить но только не овна овен вашу встречу с вами лично вот с вами избранница своей воспринимает как дар судьбы и великое благо для себя и самое главное в этот же момент он уже вас представляет и супругой и матерью детей и так же точно на эти вопросы смотрит и женщина когда встречает своего партнера поэтому с ними бесчестно заводить шашни и ни к чему не обязывающий флирт имейте пожалуйста в виду и будьте насторожены не лишнее прямо вот сразу при первом же знакомстве знать что у овнов напрочь отсутствует политез лживость какая-то уклончивость эти все вещи для овнов незнакомы если не сказать хуже их замечания могут быть достаточно внушительные достаточно оскорбительные поскольку Марс владеет нашим овнов а соответственно на прелюдии у него просто нету времени и будучи патологически честным он эту правду матку режет в глаза поэтому если вы не готовы к таким прямолинейным выпадам в свой адрес и весьма нелестным замечанием вам тоже овен не партнер будьте к этому пожалуйста внимательны к моим словам потому что многие рассчитывают на деликатность вот никто конечно сразу себя не будет проявлять в такой красоте но овен не склонен к политезам он как чукча что вижу о том ничего не имея и этого народа они близки к природе как и наш овен в данном случае разницы нет никакой овен не страдает деликатности повышенным и чем он часто шокирует дам кстати и женщины овны в этом плане не исключение это тоже момент который вас должен насторожить если не готовы к такому отступитесь вовремя помните я вам говорила что в душе овен это сущий ребенок чистый искренний замечательный но все же ребенок а вы помните чего больше всего на свете боятся дети уколов вот точно так же и у этого весьма харизматичного и брутального человека он беззаветно отважен и ничего на свете не боится он не дрогнет ни при встрече со снежным человеком ни с каким-то монстром которого там кто-то боится в темноте он совершенно к этому индифферентен но абсолютно не выносит физической боли поэтому в категории особо злейших врагов у него всегда записаны хирурги стоматологи которых он категорически боится и не хочет к ним появляться и все кто колет щипает или делает больно этих врачей он избегает ну вот такая у него особенность конечно для вашей совместной жизни это просто приятная информация удивительная человеке который в жизни этого не покажет и не расскажет но в глубине души Овен остается человеком который боится физической боли поэтому в данном случае вот такая у него маленькая детская неприятность и коль вы уже встречаетесь с мужчиной обычно это как бы женщины переживают за своих мужчин женихов знакомых всегда как бы задумываешься об их здоровье Овин исключительно здоров но слабые места есть у него и как вы поняли слабое место у него связано с головой оно как у него самое чувствительное так и самое незащищенное что бы не происходило в основном как правило его порезы ушибы шрамы они в основном у него скапливаются на голове коль оно и извините тонкое место у него а в нам конечно надо максимально заботиться о своем здоровье вот все что связано с головой глаза уши кожа это все их тонкие места и частенько именно вот эти моменты в жизни обновы подстерегают проблемы могут быть со зрением со слухом с серьезными ушибами кровоподтеками и прочим поэтому голова обновь должна быть всегда защищена от превратности и судьбы помните что что бы не произошло куда бы не пришел удар почему то он все таки приходится именно на голову если уже агент все таки станет для вас партнером надолго помните что его еще будут преследовать заболевания почек это ему так сказать неприятные дары от марса который правит этим знаком соответственно с почками надо быть весьма осторожным аналогичный совет по поводу алкоголя очень быстро алкоголь нарушает и работу почек и работу печени и в данном случае овны очень нестойки в этом смысле от алкоголя как и все знаки кому покровительствует марс поэтому в данном случае овну этим злоупотреблять нельзя а вы уже будучи рядом с ним соответственно должны этому делу и поспособствовать если ваш партнер родился в конце марта начале апреля у него еще могут быть проблемы с суставами и костями это у них как бы тонкое место самое главное в каком бы месяце не родился наш овен вам как его партнерше надо следить за тем чтобы он не страдал излишеством излишества у него могут проявляться как в еде вот естественно так и в пороках благо сказать что авны как правило страдают наркоманией этого среди них и редко наблюдается но так сказать копать себе могилу ложкой это они вполне могут делать успешно поскольку очень любят покушать и делают это весьма усердно так что за авнами это водится точных людей среди авнов достаточное количество но помните чем точнее вы становитесь тем вы становитесь неповоротливее тем вы собственно говоря медленнее реагируете на то что надо реагировать быстро то есть здесь тучность физическая несколько делает тучным мозг что для авнов неестественно они достаточно быстро думают достаточно быстро принимают решения так что не нарушайте пожалуйста свои звезды свои фортуны тем что будете слишком много кушать или тем более много пить а нам это не полезно и партнершам надо об этом знать еще еще такой совет уже на будущее будем считать что вы уже избрали своего овна помните что овну надо все время напоминать о том что свое здоровье надо щадить а он настолько уверен в крепости своего организма и так он его не подводит в юности и так сказать в зрелых годах что он его слишком эксплуатирует овны имеют какое-то повышенное предубеждение против лекарств и стараются их не принимать буквально этого не втолкнешь а очень жаль нам часто поскольку у них с головой собственно связаны все проблемы их преследует часто головная боль которая не склонна мучительно переживать смысла в этом никакого нет надо просто переступить через эту фобию и вам придется ему просто тактично об этом говорить если вы уже со мной связали свою жизнь и это у вас в общем-то все всерьез вам часто придется наблюдать что Вен категорически не желает заниматься собственным здоровьем он здоров всегда но потом когда его проблемы начинают атаковать все больше и больше он начинает понимать что не все болезни он может преодолеть без потери для своего физического состояния и в зрелые годы наконец-то начинает лечиться но сколько уже хронических заболеваний он приобретает за это время поэтому партнершам Овнов или партнерам женщин Овнов конечно в этом смысле придется несладко видя как их близкий человек любимый мучается каким-то причинам категорически не хочет посещать причин попробуем им помочь в этом разъяснять тактично и напоминать а если сейчас эту характеристику смотрят давно я вам не рекомендую злоупотреблять своим здоровьем оно у вас одно вовремя вмешивайтесь помогайте своему организму и будете долгое время успешны не только в деловых вопросах но и в сексуальных которые вы ставите очень высоко что еще можно сказать в плюс вашему партнеру с которым вы начали встречаться это то что он не великий оптимист уронить обнов депрессии практически ничто не может поскольку у него огромные лидерские качества и непотопляемая вера в самого себя и в то что никто не сделает ничего лучше чем это может сделать овен то есть ставку он прежде всего в любом вопросе делает на себя при таких-то качествах безусловно дорогие мои друзья утопить его невозможно правда вот это вот понятие никто не сделает лучше меня чаще обнов заводит другую крайность взаимоотношений с людьми они так настойчиво перепроверяют других кому доверили это дело это например касаемо работы или так часто суют нос в этот вопрос буквально дотошно его прорабатывая что могут даже в некотором смысле себя перегрузить но это будет не депрессия дорогие мои друзья это будет просто нервный срыв потому что они невероятно устают от того напряжения в котором находится в этот момент в данном случае вам тактично придется помогать своему близкому человеку как-то развеять его сомнения но депрессия и уныние как таковые это для овнов совершенно неестественно если вы увидели что ваш овен лежит на диване не подает никаких признаков желания куда-то бежать и что-то делать это говорит о том что он уже очень-очень-очень серьезно заболел эта болезнь уже равносильно можно сказать от смерти во всех остальных вопросах он достаточно энергичен и чего у него совсем нет так это лень из таких не очень приятных особенностей для общения со мной вы должны знать что у него напрочь отсутствует дипломатия ну это конечно один из крупных недостатков который делает жизнь со мной малоприятной вы должны о нем знать и не забывать но он не безнадежен далеко у вас может уйти пол жизни для того чтобы внушить ему каким образом дипломатично выходить не конфронтацией а без прямолинейных выпадов так сказать то бишь то и понимается под понятием дипломатия но если Авен это правило усвоит он делает это невероятно успешно и даже лучше чем другие дипломатичные знаки то есть он понимает тогда освоив что лобовые атаки не всегда приносят пользу он учится использовать дипломатии и понимает что она ему даже больше приносит успеха значит он даже чувствует удовлетворение если он поступает не совсем как поступает так что в некотором смысле напоминаю он не безнадежен хотя помните что дорогие мои друзья чаще всего вот это сейчас общие слова а в быту у вас могут быть такие ситуации со мной что вам будет категорически захочется от него убежать от его замечания от его высказывания от его постоянной взвинченности от его неоправданной на ваш взгляд агрессии от его нежелания замять тему а ее обязательно надо высветлить и вынести на гора он в принципе не такой простой человек он достаточно некомфортен для многих знаков зодиака но ему многое можно простить за его честность за его откровенность за его нежную совершенно трогательную душу за его совершенно рыцарское и преданное отношение лично вам помните что овну который все время стремится зарабатывать деньги лично самому ничего не нужно овны в этот мир приходит больше отдавать чем брат и имея верного и честного партнера рядом с собой они окрыляются и с желанием зарабатывать если овен носит деньги если у него есть стремление зарабатывать это он обязательно делает для кого-то самому ему не нужно ничего вполне может довольствоваться вполне скромными спартанскими условиями снимать где-нибудь угол пожизненный или квартиру какой-нибудь там скромную без ремонта а ему ничего не надо самому но если он стремится если у него есть энтузиазм заработать это он все делает для вас и за это ему тоже многое можно простить нас много намешано только одни свои темные стороны подают очень деликатно не всерьез но очень подло в спину а вель подлости и предательства вас не огреет никогда он может быть каким угодно импульсивным агрессивным нервным психованным по вашим понятиям но он быстро отходит и самое главное он никогда вас не предаст а эти качества дорогого стоит но опять же мысль о том что вас не предадут не всегда скрашивает те недостаточно резкие телодвижения которые создает вокруг себя вам же сейчас дорогие мои друзья никто не навязывает персону вы же только с ним познакомились у вас только первое свидание но если вы о нем знаете так много как я вам рассказала если вам совсем не терпешь вас никто не не волит а если вы хотите действительно пожить с таким прекрасным добрым внутри романтическим человеком попробуйте может вы будете с ним счастливы есть еще одна особенность которая доводит до буквально сумасшествия партнера Овнов вы уже к нему расположили сердцем вы ему там что-то советуете и вот наблюдаете картину чем больше вы советуете совершенно очевидные вещи тем больше сопротивляется вам Овен он заклеивает в себе глаза чтобы не видеть вас когда вы ему говорите затыкает вату в уши чтобы не слышать что вы ему говорите у него совершенно не не получается слушать кого-то кроме себя вероятно все таки вот это его наивность и в то же время агрессивность импульсивность не позволяет ему воспринимать мнение со стороны и поэтому для того чтобы не иметь с ним этих неприятных споров и потом не кричать да делай ты что хочешь видеть тебя не могу как обычно заканчиваются эти истории дайте пожалуйста одну или совершить свою ошибку или он сам добровольно буквально через время может отказаться от собственного мнения вдруг поняв что оно куда-то идет не туда но это он должен сделать сам самолично без вашего вмешательства поэтому даже если вы видите что он плывет вопреки логике и не туда дайте ему пожалуйста прийти к этому решению не самостоятельно не тратьте свою жизнь займитесь вязанием пением чтением своим любимым хобби пусть он в этом плане решает свои проблемы сам поскольку безусловно это его право это его дело и даже если вы видите что он сейчас попадет в какую-нибудь историю слушать он вас все равно не будет это печальная особенность характера вообще очень жаль конечно она очень большая неприятность бывает в жизни из-за того что они все таки делают скоропостижные выводы и принимают скоропостижные решения но уж очень они скорые на расправу из-за этого в общем и целом бывает достаточно неприятности не будем тут дорисовать картину но поскольку им доказывать бесполезно чем активнее вы это делаете тем больше вы вызываете у овна агрессии против себя поскольку он считает что вы тормозите его движение даже если оно не туда его в этот момент это мало волнует его интересует что вы сейчас стали на пути его идеи или воплощение каких-то мечт в которые он свято верит вот сейчас на нынешний момент может он не в состоянии сейчас заглянуть вперед он вообще очень быстрый скорый на расправу скорый на выводы скорый на резюме по тому или иному вопросу он даже не успевает подумать а мнение у него уже об этом сложилось помните в этих вопросах он должен сам решать свои проблемы ваш же он в момент когда вы собираетесь с ним спорить он считает помехой и достаточно агрессивен и груб с вами может быть через минуту он уже забудет вообще о споре а вы будете очень долго вспоминать это те основные моменты которые надо знать о вашем человеке он несколько в этом как первобытный человек себя ведет как слон посудной лавки я вам сейчас привожу эти примеры для того чтобы вы примеряли себе этот образ мужчины это такой можно сказать ну кто кого из фильмов какой-нибудь викинг неотесанный он в этом плане совершенно не потому что ему не знакомы правила политесса а потому что он огонь он пшикает огнем до того как еще начинает соображать что он делает он точно так же разбрасывается грубыми словами он импульсивен эти эмоции прыщут он все время как будто находится в агрессии в небольшом количестве это замечательно в большом это утомляет а в очень большом это просто обжигает человека и он никогда не хочет больше общаться со мной выдерживать его могут только определенные натуры мы же все таки с ним только познакомились если это не ваш типаж будьте любезны не надо это с ним связываться вот для чего я все время возвращаюсь к его характеру все замечательно никто вам себя сразу не покажет все это вы потом увидите в расцвете ваших взаимоотношениях может быть даже на втором или третьем свидании и придет в чистый ужас от этого человека если вы внутри нежная ранимая совершенно так сказать сущность понимаете эдакий цветок а рядом с вами будет такой вот брутальный человек сможете ли вы его потянуть нужен ли он вам вот вам сразу овен и картина возникла и вы сразу себя примеряете и думаете да наверное я этого не потяну и второго свидания у вас просто с этим человеком не будет и может быть в вашем именно личном случае это будет и правильно надеюсь у вас не складывается превратное представление об этом человеке что он вечно бряцающий оружием воин никогда не бывает в успокоении и покое да он ласковый пушистый и очень нежный с людьми которыми он действительно впустил свое сердце он бесконечно трепетно к ним относится защищает обожает одаривает в нем этого всего в огромном количестве но его переходы между мирным и войной не имеют они очень короткие поэтому буквально минуту назад он был пушистый и ласковый и вдруг он становится невероятно агрессивным и дозировать эти состояния или делать плавные переходы овен не в состоянии причем овен обоих полов и женщины достаточно агрессивны этого знака и достаточно вспыльчивы это их естественная сущность тлел тлел огонек кислород дунул ветерок дунул и сразу вспышка пламени он по другому не может жить он импульсивен он эмоционален свои эмоции контролировать он не может вот почему овны в последующей жизни достаточно утомляется партнеров вот подобным поведением но ведь мы сейчас говорим о человеке таким как он и есть может в некотором смысле вот эта импульсивность делает их великолепными защитниками слабых вот в них в душе учитывая что у них все таки детские чистые души и как бы очень открытые всякой несправедливости своего рода овны ее эту несправедливость не терпят и выступают буквально войной на всякие виды несправедливости которые видят вокруг себя и кто то есть от Дон Кихота они все время ищут порог который надо искоренить других но порог какого рода если обижать слабых если нападают например на беззащитного Авер категорически вмешивается в такие ситуации поскольку для него это совершенно оскорбительное дело помните пожалуйста что в характере огна достаточно металла я не могу вам сказать что он будет все время мягким вы его увидите в разных ипостасях и на день может быть по 10 раз если вам предстоит с ним провести этот день вместе я не случайно сказала про металл дело в том что металл это этого знака это железо это металл соответствующий Марсу железо дает он нам невероятную стойкость невероятную силу невероятную мощь они по энергетике мощнее других знаков зодиака пожалуй в десятки раз но это первозданная сила сила импульса сила энергии неуправляемой который еще овен не умеет ей управлять он ее умеет но он не умеет ее контролировать вот как говорится но тем не менее эта сила позволяет ему выходить из самых невероятных ситуаций она ему не позволяет никогда попадать в депрессию она его делает беззащитным защитником обездоленных беззаветным защитником обездоленных они всегда как бы борцы за справедливость они неутомимо зарабатывают деньги для своих близких людей которых они любят и ценят да мало ли куда можно в какое мирное русло определить эту энергию но она правда не всегда бывает мирной поэтому обны достаточно дерутся отстаивать свое место не только словами а могут пуститься и физические разборки поскольку помните что Марс дороги не разбирает вот точно так же и наши марсиане в лице авнов достаточно тоже ломают вокруг себя дров если у них не хватает аргументов словесных могут пуститься и в более весомые аргументы выяснения отношений и женщины в этом плане тоже как говорится себе ни в чем не отказывают иметь достаточно острый маникюр могут и отцарапать физиономию своему оппоненту если им не хватит действительно слов для того чтобы достучаться до его сердца встречаясь с авном то есть с представителем этого знака пусть женщина пусть мужчина вы должны знать что у него часто вспышки гнева а вот и в этих вспышках гнева он может быть достаточно неординарен вот для того чтобы вам было понятно вот вам пример истинного поведения авна когда он что-то кому-то хочет доказать достаточно эмоционально и при этом гневно вспомните пожалуйста Никиту Хрущева который во время выступления сорвал с ноги ботинок и стучаем по трибуне кричал что он докажет всем и Америке в том числе догонит и перегонит и так далее вот это истинное поведение авна которым является например Никита Хрущев вот такие вам примеры из жизни как может выглядеть например эмоциональное состояние авна и ботинок в руках еще какие-нибудь предметы поскольку он считает что все лежит на поверхности а если кто-то по каким-то причинам этого не понимает то надо просто их правильно подать информацию аргументировать поэтому для этого может появиться ботинок напоминаю в руке у нашего авна чтобы аргументы были повесомые помните дорогие друзья что в третьего авна на своем пути вы встретили великого первопроходца который призван в этот мир вести за собой людей он совершенно искренне верит победу он к этой победе поведет и вас ничуть не сомневаясь в нем нет ни жадности ни лжи он исключительно щедр главное редко зарабатывает очень крупные состояния но то что они имеют они всегда с большой радостью и великой можно сказать жертвенностью отдают тем кого они любят поэтому в данном случае со всеми его достоинствами и недостатками это достаточно харизматичный очень честный очень умный но вспыльчивый дневливый знак который к сожалению быстрее делает чем думает в этом его основные недостатки вот казалось бы мы собрались на первое свидание с нашим овном опять вернулись к его характеристике но помните дорогие мои друзья первое свидание есть самое главное свидание вашей жизни если вы понимаете что встретили не того человека если все таки чары его обаяние вас уже окутывают с ног до головы включайте пожалуйста мозги вспоминайте наши характеристики и хорошо обдумывайте по силам ли по зубам ли вам такой знак хотите ли вы с ним жить готовы ли вы терпеть его постоянные выпады вспышки высказывания нелицеприятные правду неприкрытую никакими политессами отсутствие дипломатии но при этом вы получаете щедрую прекрасную душу открытой любви вот когда вы все это обдумаете вы и придете к мнению будет у вас второе свидание или нет а для общего развития еще скажу что под этим знаком из тех знаменитостей которые у нас на слуху родился еще Ван Гог и Чарли Чаплин и Никита Хрущев так что если вы себе представляете биографию этих людей вы прекрасно можете сравнить ее потом со своим обном и подумать по возможностям ли вам этот человек готовы ли вы укрощать его эту дикую хоть и прекрасную силу с вами была Елена была которую его это она не она она Продолжение следует...